Всем привет! Сегодня разберу планировку двухкомнатной квартиры в жилом комплексе Клевер Парк, город Екатеринбург. Поехали! Друзья, это последняя очередь жилого комплекса Клевер Парк и это двухкомнатная квартира, которая очень похожа на квартиру, дизайн которой мы уже сделали. И вот планировка, очень похожая на ту, которую я сейчас буду разбирать. И вот дизайн, который мы придумали уже в той двухкомнатной квартире. Для начала надо рассказать, какой запрос был именно по этой квартире. Обратилась молодая семья, которая ожидает ребенка. Соответственно, нужна кухня-гостиная, детская в будущем для будущего ребенка и спальня для родителей. И, что очень важно, эта квартира не основное место проживания. Дело в том, что у наших героев в будущем появится замечательный дом, в котором они планируют проживать. А квартира нужна для того, чтобы, ну, как говорится, в городе где-то перекантоваться. Ну, может быть, переночевать, может, задержались. Ну, в общем, это не основное жилье. Поэтому, рассматривая эту планировку, первое, что сразу же не нравится, это прихожая. И вот здесь вот этот вот вытянутый коридор с многочисленными дверями, который напоминает магазин дверей. Вот надо было что-то с ним придумать. При этом глобальную перепланировку и глобальный ремонт ребята делать не хотели. Ну, просто неохота вкладывать огромное количество денег, надо как-то вот минимальными средствами, но умудриться сделать так, чтобы было красиво, нарядно и хорошо. И вот какая идея пришла мне в голову, это переместить дверные проемы чуть в глубже в помещение. Таким образом, получился большой квадратный холл-прихожая. Согласитесь, это совершенно другие ощущения. Или ты вот в какую-то такую вот колбаску зашел, или в большое квадратное пространство, холл. В общем, это уже красиво. А комнаты совершенно не пострадали, потому что до этого в комнаты мы попадали через какие-то вот узкие горловины, которые считались комнатой, но на самом деле это просто какие-то коридорчики совершенно ненужные. Сейчас это стало частью прихожей, и это здорово. В прихожей получилось разместить небольшую консоль, поставить зеркало, какой-то пуфик. Еще можно будет ковер какой-нибудь бросить, чтобы совсем нарядно было люстру повесить. Ну и в общем, представьте, вы заходите домой, и вас встречает вот такая красота. Ванну я оставил без изменений, точно такого же размера, которого она и была. Я разместил ванну, раковину, унитаз. Гардероб там, где был, там и остался. Он не очень большой, но я думаю, его будет достаточно, ведь эта квартира не основное жилье. Все-таки есть еще дом, где есть гардеробные, где хранятся вещи, поэтому будет вполне достаточно. Дальше мы попадаем в спальню, где есть тоже не очень большой шкаф. Я думаю, его тоже хватит. И кровать. Ну, а собственно, что еще нужно? Дальше рядом есть детская комната, в которой диван, он раскладной. Ну, мало ли, малыш заплачет ночью, и нужно будет с ним там рядышком спать. Тут же кроватка, тут же пеленальник какой-то, стеллаж для каких-то детских вещей, в будущем игрушек. Ну и шкаф, конечно же, для вещей. Остается еще один гостевой санузел, в котором есть унитаз, раковина. И есть место, так называемый скрытый шкаф, внутри которого будет стиральная машина, все, что необходимо для стирки, глажки, и там же уборочный инвентарь. И все это поместилось вот в это вот помещение, которое называется гостевой санузел. Ну и дальше у нас остается общее пространство. И вот здесь вот я думал, как его сделать максимально нарядным, максимально непохожим на какую-то кухню, знаете, как мы привыкли видеть. И поэтому я предложил кухню максимально скрыть, вот как раз благо есть ниша, внутри которой можно скрыть эту кухню. Эту кухню можно сделать в цвет стен, чтобы она максимально сливалась с этими стенами. Но такого размера кухни все-таки будет недостаточно, и нужно что-то еще вспомогательное. Поэтому появился вот такой вот интересный комод или буфет, внутри которого можно поставить микроволновку, можно запрятать посуду, можно поставить бутылки какие-то, сверху можно поставить чайник, кофемашину, и еще какие-то вспомогательные и нужные вещи на кухне. И таким образом мы как бы увеличиваем кухонный гарнитур. Рядом с ним стол, ну а дальше уже диван. Причем диван, обратите внимание, он не задвинут в угол, он стоит свободно. И это будет дарить нам ощущение более просторного помещения, потому что воздух как бы будет обволакивать вот эту мебель со всех сторон. А туда в угол мы лучше поставим какой-нибудь торшер, какой-нибудь цветок, и это подарит уют и простор. Рядом еще остается место под кресло, которое свободно крутится. Ну и дальше это уже лоджия. Здесь лоджию я не убираю, хотя она и теплая, потому что это запрещено по закону. Пусть лоджия остается лоджией. Ну и вот таким образом получилось интересное, легкое, свободное пространство для проживания двух людей, у которых в будущем появится бэби. Как в фильме. Джонни, а сделай мне бэби. О, Диана. Монтаж. Она просила сделать монтаж, монтаж, помните? Монтаж, ну фильм, ну человек с бульвара Капуцинов, ну что вы, не смотрели что ли? Ну а на этом все. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока. Да пребудет с вами Муза. Муза.